Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 11 мая и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы увидели закрепление выше максимумов, которые были зафиксированы 9 мая по отметке 1.18.95. что в рамках часового таймфрейма дает предпосылки на начало восходящего коррекционного движения по данной паре. Ближайшие цели роста вероят на эту область 1.20 и 1.21.81. А ближайший разворотный уровень находится на минимальной значении 9 мая, это отметка 1.18.21. В том случае, если евро-доллар вновь обновит минимальное значение за последние несколько дней, то в этом случае мы будем ожидать более затяжную коррекцию нисходящую по данной паре. Далее на очереди пара британский фунт, американский доллар. Здесь общее направление не меняется, тенденция сохраняется нисходящая. Вчера обновили также локальный минимум, поэтому общая формация также остается прежней. Ближайшие цели по снижению это отметка 1.3369, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 8 мая на отметке 1.299, а ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 8 мая на отметке 1.2999. По паре американский доллар, японская иена. Вчера мы подошли к области сопротивления максимум, который был у нас обозначен 2 мая по цене 110, тот уровень, от которого уже мы отбивались и отбились от него вчера точно так же второй раз. Для того, чтобы говорить о начале нисходящего движения, нам нужно увидеть закрепление ниже отметки 109.30. Это минимум, который был зафиксирован вчера. В том случае, если пара американский доллар и японская иена сможет удержаться ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать более затяжное нисходящее движение в область 108.50 и 106.80. По паре австралийский доллар, американский доллар, тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это область 75.60. Следующие цели находятся уже на отметке 7708. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальные значения, которому были зафиксированы вчера по цене 74.11. Далее на очереди пара евро-фунт. Здесь вчера мы увидели закрепление выше максимума, которые были зафиксированы 9 мая по цене 87.66, что в рамках часового таймфрейма нас вновь переводит в фазу восходящего движения. Ближайшие цели роста это уход выше отметки 88.42 и движение далее по направлению на 88.80. Ближайший разворотный уровень для восходящей формации находится на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 87.82. Золото продолжает свое движение восходящее. Вчера также во второй половине торгового дня смогли обновить локальные максимумы, шли выше отметки 1318 долларов за тройскую унцию и в своем максимуме доходили до уровня 1322, что в свою очередь подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу. Следующие цели роста это отметка 13000. Это 1324 и 1332. Соответственно, ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1310 долларов за тройскую унцию. По нефтемарке Brent общее направление восходящее сохраняется. Следующие цели роста это область 8135, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 7707. По индексу DAX также тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это отметка 13274. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 12928. Биткоин продолжает свое движение коррекционно нисходящее. Следующие цели снижения это область 8506, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 9341. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и писать ваши вопросы в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.